Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой и вы пишите, что, значит, когда нужно предложить что-то человеку, имеется в виду продать ему, вычувствуйте внутренний блок, как будто навязывайтесь, как убрать этот блок и легко продавать. Начать нужно, пожалуйста, с того, что сама сфера, правда, такова, что идеей этой сферы заниматься может далеко не каждый. И дело здесь не в том, что вы навязываете. Дело здесь именно в том, что не у каждого человека получается это сделать. Но у каждого человека получается так раскрыть товар, чтобы покупатель его обязательно купил. Вот этот момент нужно четко понимать перед тем, как идти дальше. Следующий момент, то, что вы, как вы говорите, 5 лет уже работаете в продаже. Соответственно, возникает вопрос, ну вот 5 лет вы работаете, вас до сих пор не уволили, а как бы сфера продаж, она такова, что если человек не продает, то никто держать его просто так не будет. Поэтому, соответственно, если вы 5 лет уже работаете в продажах и, соответственно, вас до сих пор оттуда не уволили, ну, значит, какое-то КПД у вас есть. Какой-то эффект, какая-то вот динамика того, что вы делаете у вас имеется. И возникает вопрос тогда, может быть вы просто-напросто не очень удовлетворены своей успешностью, своей динамикой. Вы не удовлетворены тем, что у вас, ну, например, получается. И если так, то тогда необходимо соизмерять свои возможности и свои желания. И стараться их привести к максимально такому, знаете, ну, не общему знаменателю, может быть, а скорее, скорее стараться привести их к некому такому более приблизённому значению. Чтобы вы постоянно не фрустрировали от того, что вот вы хотели бы, например, ну, хотели бы, например, чего-то большего, да, а у вас не получается. И вы из-за этого переживаете, вам из-за этого плохо и так далее. То есть вот это, эм, так, мой момент, момент. Далее. Далее, эм, то, о чём я вас, эм, хотел бы спросить ещё. Вот, эм, вы работаете пять лет в продажах. Значит, соответственно, эм, что заставало вас прийти туда? То есть если у вас блок, эм, как вы говорите в общении, если вы, эм, ну, чувствуете, что навязываетесь, эм, то логично было бы предположить, что эм, эм, эта работа не для вас. И, эм, тем не менее, вы пять лет там работаете и, тем не менее, вы не планируете, эм, найти другую работу и, соответственно, эээ, хотите именно работать в сфере продаж. Почему? Эээ, какая у вас мотивация работать именно там, где вы работаете сейчас? Почему вы не рассматриваете, ээээ, значит, другие варианты, эээ, применения своих, эээ, способностей, своих возможностей и так далее. На самом деле, еще раз повторю, далеко не каждый человек может, эээ, заниматься продажами. Далее. Следующий момент. Ага. Приходим, собственно, непосредственно, эээ, ко внутреннему блоку и, эээ, здесь я, пожалуй, соглашусь экспертам, которые считают, что, эээ, в прошлом опыте это негативное, ээээ, ээээ, переживание, связанное либо с деньгами, либо с просьбой, ээээ, хотя, может быть, это и ээээ, ряд других причин. Ну, например, например, ээээ, вы сомневаетесь в том, что товар этот, ээээ, покупателю нужен. Вы сомневаетесь в том, эээээ, значит, ээээ, что вы делаете правильно. Вы боитесь, что через шивур много информации даете клиенту, и слишком много говорите, как бы, по сути дела вынуждая его что-то губить. А в этом случае мне все-таки кажется, что проблема может быть в этом, что не в том, что вы обязательно пережили в детстве какие-то вот серьезные моменты, да, связанные с деньгами, а может быть проблема в этом. И если это так, то тогда давайте подумаем, что вам можно сделать отдельно, вот когда вы одна, когда вы дома, когда вы в спокойном обстановке, вы подумайте. Какой товар вы, вообще-то говоря, продаете, да, какой товар вы, собственно говоря, пытаетесь, как бы, ну, пытаетесь реализовать. Почему вы пытаетесь этот товар реализовать, какие у него положительные стороны, и почему клиент должен купить именно его. Вот, ответьте на эти вопросы с учетом ваших знаний. Составьте себе определенную речь, или, скажем так, определенные шаблоны речи, которые помогут вам как раз-таки сделать так, чтобы, когда клиенту нужно продать что-то, вы просто-напросто, вы рассказываете покупателю информацию о товаре, говорите, почему клиент, ну, конечно, нам не стоит говорить, должен клиенту, а может, почему клиент может купить именно этот товар, и все. Но после этого вы больше ничего не говорите, не нужно больше ничего говорить, не нужно пересиливать себя, и не нужно говорить что-то, что уже не относится к самому товару. То есть вы высказали какие-то плюсы товара, можете сказать минусы, чтобы, ну, соответствовать более честному образу клиенты, могут положительно относиться к тому, что трудовец сам называет негативные моменты своего товара, это, как правило, вызывает доверие. Вот, и все. Если человек хочет купить именно ваш товар, ведь он не просто так пришел, да, он же приходит всегда с определенной целью и с определенной потребностью, так вот, если он хочет купить, то он купит. И вы правы в том, что нельзя чересчур много давать человеку информацию, это вызывает ощущение навязанности со стороны продавца, и, соответственно, отталкивает клиента. Но и вам, вот, если вы чувствуете, то навязываетесь, а вам нужно быть более уверенной в себе. То есть, уверенность в себе здесь это четкое понимание того, что то, что вы делаете, является правильным, и не подлежит никакому сомнению. На мой взгляд, вот эти аспекты данной проблемы все вам нужно рассмотреть, проанализировать, и решить для себя в сторону, какого аспекта вам двигаться. То есть, если это не уверенность в себе и сомнения, то с этим можно работать. Если это, соответственно, то, что сказал мой корс-коллега по поводу драматичности прошлого опыта, это тоже можно проработать, безусловно. Но не спешите нырять в глубины своего сознания, может быть, ответ лежит на поверхности. Важно сперва сделать все же то, что проще, то, что легче, то, что можете сделать, например, вы сами, или то, что даймет меньше времени. Потому что травматичность ситуации, которая могла с вами произойти, ну, все-таки нуждается во времени. Во времени для того, чтобы ее вспомнить. А время – это работа, работа – это средство, ну, в общем, вы понимаете. Поэтому не трапить. У вашего симптома, вашей проблемы создают несколько причин, и важно понять, какая именно причина. Важно правильно эту причину определить. А определить эту причину можно только общаясь с вами и расспрашивая вас, узнавая вас, понимая ваши индивидуальные особенности и прочее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, прощайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok